Ну вот такие события были год назад в Крыму. Сейчас у нас в студии мы поговорим с ними. Человек, которому я очень рад пожать руку. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Узнали, да? Юлий Мамчур, тот самый крымский военный, который год назад во время захвата полуострова пытался остановить нападение, исполняя украинский гимн. Наши военные двинулись тогда в сторону российских военнослужащих. Им стреляли, стреляли в воздух, стреляли под ноги. Но воинскую часть удалось тогда вернуть. Он был арестован, находился в военной тюрьме. Но и зрители, которые нас постоянно помнят, которые нас постоянно смотрят, помнят, что вот отсюда, из этой студии, мы в прямом эфире созванивались с его женой. Спрашивали, как дела у мужа, куда пропал. И она просто в слезах, в эмоциях рассказывала, что с ним потеряна связь. Вот, наконец-то, все позади. Наш герой уже теперь народный депутат. Скажите, а вот вы вспомнили эти события? Как по-вашему, а была тогда реальная возможность, вот уже с высоты этого года, этого опыта, все-таки отстоять Крым? Не отдать? Сложный вопрос. Если брать просто по количеству военнослужащих, находящихся в Крыму, то как бы была? А по моральному состоянию личного состава? Вот в первые дни, вот моя часть, так же, как и остальные части военно-морских сил, была приведена 27 февраля в полную боевую готовность. 12 самолетов мы подготовили к перебазированию на любой аэродром, который будет указан нам в распоряжении. В 16 утра, где-то часов в 9, я принял у себя на аэродроме борт, на нем был министр обороны Лебеди, начальник генерального штаба Ильин. Я доложился о состоянии дел. Никаких указаний не потребовали, ничего не сказали. Развернулись, сели и уехали. В 16.03 мне пришло распоряжение привезти часть в постоянную боевую готовность. Оружие было вывезено в подразделение. У нас только стрелковое оружие, мы авиационная часть, то есть ПМ и АК-74. Сдали все на склад, осталась только дежурная смена, 4 самолета, которые дежурили по ППО страны. Находились на бывом дежурстве. Доложилось о выполнении задания. И в 21.30 я уже встречал наших зеленых человечков, приблизительно батальон, 16 грузовиков, 6 БТРов, вооружение российское, 23 типа вооружения на них было. Скажите, а вот сейчас вы уже точно можете сказать, что это были россияне? Да, ну разговор. Вы знаете, долго ж не признавали зеленые человечки и зеленые человечки. Которая была у морских пехотинцев, которые базировались в Севастополе, БТРы, Уралы, КАМАЗы. Ну, никаких сомнений. Единственное, конечно, у них не было нашивок, погоны были перевернуты звездочками вниз. В этот же момент сразу же первым же делом позвонил министру обороны Ильину, извините, начальнику генерального штаба адмиралу Ильину. А что сказал он? За что он сказал, я заболел, я нахожусь в госпитале и выключился. Второй звонок мой был. Ага, то есть четких приказов не вы, никто другой так и не получил. Ничего, я доложил, что непонятное военное подразделение, вероятно, российское, находится у меня возле части. Вот такая ситуация. Потом звонок вице-адмиралу Елисееву, который исполнял обязанности командующего военно-морскими силами Украины. Тоже, примерно тоже. Начальник штаба, контр-адмирал Шакура вообще не ответил. Тогда я начал звонить уже своим командирам в Виннице. Ответил мне генерал-полковник Байдак, сказал, что информация принята. Он доложит сейчас в генеральный штаб. И через примерно две минуты вышел на меня генерал-полковник Воробьев. И мы вступили в беседу с этим старшим, который был от зеленых человечков. Скажите, а могло ли вот все пойти по другому сценарию? Могла ли Украина удержать Крым? Вот если бы военные приняли решение, если бы вовремя поступили команды, если бы там кто-то не заболел и взял трубку вовремя? Все руководство армейское, министр обороны, начальник генерал-штаба было в Крыму. То есть это их была святая обязанность принимать эти решения. Если они приняли решение перейти на российскую сторону, как уже сейчас история показывает, то есть управлять этим войском некому было. То есть дать приказ тому же комбату Дилетицкому, выдвинуться на аэродром Бельбек и оказать мне помощь, ему надо... Подождите, у нас был верховный главнокомандующий на тот момент. От него были какие-то приказы вводные? На мне никто не выходил, никаких приказов не давал. Ситуация могла бы пойти по-другому, если бы я, например, выстрелил бы в этого зеленого человечка. Нас бы там... Я был начальник штаба и мой замкомандир. Нас бы там просто расстреляли, потому что у нас наведены были стрелковое оружие, оружие СБТРов, снайперов сидели по точкам. То есть такая сложная ситуация. То есть открытие быть было нельзя и не открыти нельзя? Я мог бы спровоцировать это, но как бы это закончилось, это было бы уже одному Богу известно. Скажите, вот Антон Герасченко, когда выступал в нашей студии, у нас в эфире, на Черном зеркале на ток-шоу, он сказал, что по его информации приказ Турчинова о том, чтобы открывать огонь, все-таки был. Но этот приказ или не дошел, или не был услышан. Знаете ли вы об этом что-то? Я, насколько помню, что господин Герасченко намекнул, что, возможно, его не хотели выполнять. Вот две части вопроса. На том уровне, на котором были вы, знали ли вы о наличии каких-либо приказов? И с другой стороны, давайте просто теоретически скажем, а если бы этот приказ поступил, что бы было в Краму? Ситуация была очень сложная. И, как кто знает армейский принцип, есть вертикаль военной власти такой. То есть определенный командир должен дать другому командиру приказ. Этот приказ должен быть письменным или устным. Но, понимая ту сложность обстановки, которая была на то время, командир должен был получить бумажное, правильно. Потому что потом ему, в случае, если погибнут мирные жители, ему надо будет отвечать перед прокурором. Почему это произошло? Кто давал приказ на открытие огня? Все наши местные военные городки так расположены, что соседствуют с гражданским населением вплотную. То есть воинская часть в двух, там, двадцати метрах находится в жилой дом. Открывая огонь по тем же казакам или зеленым человечкам, любой рикошет или даже пуля врага, которая будет отправлена в сторону местных жителей, это автоматический преступник. Для того, чтобы дать юридические основания командиру применять оружие в этих местах, надо было объявлять или зону проведения антитеррористической операции, или зону проведения боевых действий. Это должно быть документально оформлено. К сожалению, это не было сделано, и вот Крым мы потеряли. Крайнее бумажное распоряжение такое я получил 27 февраля в 16.03. Все остальное, это были указания, которые мои товарищи по Крыму говорили, по телефону держаться, не провоцировать, идут переговоры. То есть, обстановка неясная, ну, кое-как все. Спасибо огромное. Последний вопрос. Что дальше будет с Крымом? Ваши прогнозы, ваши ожидания, ваши надежды? Темистические, конечно же, вернем. Спасибо большое. Спасибо за то, что держались год назад, и за то, что вот сейчас у нас есть возможность с вами встретиться в студии, поговорить и вспомнить то время. Спасибо за приглашение. И еще раз вас поблагодарить за то, что происходило, за то, как вы себя повели, в отличие от многих.